В Берске поставлены десятки ярких спектаклей. Это и сказки, и классика, и современные пьесы. Молодежный музыкальный театр стал лучшим в международном конкурсе «Волшебная зима». Моя коллега Ангелина Зарубина побывала за кулисами театра в главных ролях и узнала о постановке, трудностях и какими качествами должен обладать настоящий актер. Держит марку и активно участвует в фестивалях и конкурсах разного масштаба «Берске актеры театра» в главных ролях. Доказательство тому – очередной гран-при на международном многожанровом конкурсе «Волшебная зима». Ребята представили членам жюри шутку «Водевиль» по пьесе Николая Некрасова «Актер». Этот жанр «Водевиль» для нас был впервые. Нам было интересно посмотреть на Николая Некрасова в роли не просто писателя, но и также драматурга. Некрасов делает сюжетом своего «Водевиля» попытку актера отстоять свое человеческое достоинство и доказать, что актер – важная профессия, где человек полностью отдает себя этому ремеслу. В этом «Водевилле» я играю роль актера. Надо было сыграть людей, живших в той эпохе. Соответственно, были некоторые сложности в плане этикета тех времен, 18-19 века, в плане того, как вели себя с теми или иными людьми, как присутствовали в чужих домах. Это была основная сложность. А вжиться в роль было не так сложно. Те проблемы, которые мы показываем, они всегда были, они есть и они будут. Роль Кочергина – это помещик в Саратовской губернии того века. Имеет хорошее состояние и все такое, и относится к профессии актера не очень уважительно. Считает его просто шутом и не видит в нем ничего человеческого. И как раз в спектакле самом показывается отношение тех знатий того времени к профессии актера. Я играю роль Лидии Степанны. Самое трудное было – это играть влюбленного. И я в первую очередь девушка, которая в 18 веке очень хочет выйти замуж. На тот момент это было очень трудно. Ой, очень довольна. Лучше этой партии я и не желала. Ах, мой жених, мой идеал. Его мне папенька достал. С этой же пьесой берчане выступят на зональном этапе Всероссийского фестиваля любительских творческих коллективов «Культура – это мы». Ребята прошли региональный этап. Среди 150 коллективов со званиями «Народный», «Образцовый» и «Заслуженный» были определены пять победителей. В этом числе оказались берские актеры. Главный приз, за который предстоит побороться ребятам – звание лауреата.